Здравствуйте! С 26 марта возобновляется авиасообщение Перм-Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Перелеты организует авиакомпания ЮВТ-Аэро. Вылеты из аэропорта Большое Савино будут выполняться еженедельно по понедельникам и четвергам на самолетах типа «Бомбардир» вместимостью 50 пассажиров. Билеты на рейсы Перм-Краснодар уже поступили в продажу. Минимальный тариф для перелета в одну сторону на одного пассажира составляет 5730 рублей, включая сборы. Стали известны подробности закрытия ряда заправочных станций компании «Газпромнефть». Как сообщило издание «Коммерсант Прикамья», остановка работы АЗС произошла в связи с окончанием партнерского договора. Договор франшизы был заключен с пермской компанией «Феникс Петролиум». То есть пермская сеть в свое время приобрела франшизу и выплачивала «Газпромнефти» вознаграждение за пользование брендом на 15 АЗС. На данный момент структуры «Газпромнефти» предъявили претензии к пермскому партнеру на сумму больше 300 миллионов рублей и сейчас добиваются взыскания имущества компании группы «Феникс Петролиум». Как сообщили изданию «Коммерсант Прикамья» в сети АЗС «Феникс Петролиум», решение об отключении станции под брендом «Газпромнефть» произошло в рамках перезагрузки отношений. Заправки должны вновь открыться в Перми к апрелю, подчеркнули в компании. Впервые за три года розница продемонстрировала рост оборота. Российские граждане сменили свою модель поведения. После двух лет накопления сбережений они начали тратить. В прошлом году оборот розничной торговли впервые с 2015 года показал рост в 1,2%. Увеличению оборота розницы способствовал рост выдачи потребительских кредитов и кредитных карт. Об этом пишет известие со ссылкой на Центробанк. Начало 2018 года сопровождалось дальнейшим ростом потребительского спроса. В этом году, по прогнозам аналитиков, оборот розничной торговли сохранит динамику, а то и будет выше. В январе оборот торговых организаций составил 2,3 триллиона рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года. Предварительный вариант программы газификации Пермского края будет представлен депутатом законодательного собрания в апреле. Об этом рассказал заместитель руководителя региональной службы по тарифам Павел Ситкин, пишет коммерсант. По его словам, сейчас идет сбор информации от муниципалитетов, чтобы понять потребность территории в газификации. В Пермском крае в настоящее время реализуется первый этап региональной программы газификации. Предполагается, что до конца 2019 года газ получит порядка 8 тысяч домовладений. Это свыше 24 тысяч человек. В рамках первого этапа программы запланирована газификация 43 населенных пунктов и построено 679 километров газопроводов. Курс доллара, установленный Центробанком, на 14 марта составляет 56,93 рубля, курс евро – 70,15 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.